Работниками, кого вы знаете, семинаристы, вот даже епископы, всех можете приглашать. Я же с тобой уже созвонитесь, кто у нас сегодня не был, всем позвоните. Вот правильно сказал, это любого приглашайте, конечно, такого, который заранее, ну видно, что он в два-то не сделал, не с улицы. Знакомых, за кого вы отвечаете, кого пригласили, за их поведение вы отвечаете. Коробляцию можно приглашать? Сейчас, молчат, подождите, пока. Сейчас, пока, подождите, я еще скажу что-то. Можно, можно. Когда вы будете говорить с людьми, вы заранее помолитесь, напрягитесь, чтобы то, что вам Бог дал талант, вы покажите им. Люди вообще ничего не имеют, начинают говорить, за собой увлекают. Смотришь, всех отравили там, Зарином или где-то, и люди идут. Народные храмы, другое. Здесь все открыто, зарегистрировано, рядом, в центре города. Потрудитесь, покажите, на что, не просто, бухте, где-то, судить за углом, а вы конкретно покажите. Только пригласить, больше ничего не надо. Можно и обед, обед, говорю, там, чай, там, или что-то устроить, сказать. Да нет, только народу, много. Еще! Не до этого будет. Не отвлекайся, пожалуйста. У меня небольшой флан есть, который я постараюсь выполнить. У нас потеряет киев человек, был диаконом, Евгений. И он, там, в субботнюю службу вообще почти не ходит. И на занятия не ходит. Но уже как-то раскупорить человека. Не может быть, что он без таланты. Как? Под вещами пока не пожимаете. Как? Он не ходит. Я говорю, почему же не ходишь так? Претензии к батюшке, батюшка не такой. Занятия я веду. Претензии ко мне. Причину какая есть? Зимой мне не ответить, а претензии к Мите. То есть, очень сильный дух лжи и осуждения. Просто огромный какой-то дух такой. Злобный. Это все победимое на земле здесь. Я подумал, я приеду сейчас. Я всех оповещу своих. Все, чтобы помолились. И воскресенье, чтобы он провел занятия. Чтобы один за другим наши люди пошли и сказали. Ну, проведи занятия. Сам проведи теперь. Кто тебя любит, не любит, ты на это не обращай внимания. И ты увидишь, что все придут. Тебя никто не зазирает. Ну, мне так открыто. Я стал молиться, и мне на сердце положено вот такой. А потом, когда все скажут, что он не идет. Я тогда все-таки через жену, жена-то расположена. Это Алина, дочка. И сказать, воскресенье, у нас 12 занятий в спортзале. И ты же знаешь где-то. Ну и приди, приготовься. Что тебя беспокоит? Тему избираешь ты. Если скажешь, а мне 12 не подходит, временем занимается Елена Анатольевна Барабаш. Она назначает время, не я. Я только просил ради Загуляевых Алексея, на час пораньше, они уезжать, им надо в город, чтобы они побыли. Ну, как-то маневрируйте, не будьте такими зацепленными. Одна дорожка, и по ней я снуют. Меняйте тактику. Репертуарно маленько менять надо. Не надо удивляться, что безуспешно прожил, обернулся, назад ничего нет. А что ты для общины сделал? Для общины самое главное приобретение душ. А чай-то кипятить это и на вокзале умеют. Все, что мы делали, вызывает удивление. Не нашего круга людей, которые понимают, какой труд здесь положен. Но мы говорим, все, что я прочитал до этого в интернете, отношения, говорили многие мне... Так, минутку, успокойтесь, спокойно, будьте. Ну, уже вот закрытый, все равно разговариваете. Только не ездите в Чечню. Надя, с тобой обязательно разговаривающие будут. Успокойся, ради Христа. Вы под старость несете то, что в молодости у вас было. Не сами не делаете, не другими даете. Под ногами только путаются, и все. Нельзя так жить. Нас предупреждали, только не ездите в Чечню. Там только умеют резать голову. Вы видели, как режут? Я покажу, как режут. Я смотрел. Вот здесь вот начинают, вот кинжалом, вот здесь перерезают горловину, а потом голову заламывают и позвонок отпиливают. Документально. С наленными войсками. Контрактники. И как с ними делать? Там за ноги в яму тащат. Не ездите туда, тем более мы православные. Я говорю, апостолы, где не прятались? Мы поедем. И как Господь сделал? Мы убедились, что все, что они говорят, люди, на нас не срабатывает. Не срабатывает. И второе место от Азербайджана. Мы убедились, что народ добрый. Люди расположены, особенно когда молимся. Рядом мусульмане молятся, и мы рядом. Я вижу людей-то, они невраждебно настроены. Но так, когда мы молились, они молятся рядом. А они невраждебно настроены к верующим. И поэтому опровергать я никого не собираюсь. Но хочу сказать, нас повторить невозможно без молитвы. Невозможно. Потому что это вопреки всему, что люди имеют опытом своим наработанным. Мы нигде не пытались оправдываться. Мы вину берем на себя. И говорим, что Господь нас призывает всех к миру и к любви. Теперь юг для нас закрытый. Мы больше не поедем. Вот представьте, там Сочи, где 500 поворотов только. А в Грузии ехали, там глянешь, туман только внизу. Там никто искать тебя не будет. Сорвешься. А рядом, на ширину колеса от края. В эту неделю потрудитесь и вспомните. Людям, я немножко вам говорю, чтобы было, что вам сказать. В прошлом году у нас был корреспондент Дипляков Сергей Александрович. И он сидел здесь, с Наташей приходил. Со второй, с молодой женой своей. Она тоже корреспондент. И он выставил в интернет великое путешествие Игнатия Лапкина. Огромным заголовком. Его читает и наш корреспондент, Мамонский, газета «Свет октября» Ритунский Владимир Васильевич. Он, я ему сказал, он нашел, но только взахался. Он знает всех людей. Знает Валабуева, знает Логинова, который там был. Корреспондент Талтайской правды. Называется статья «Воздух потеряевки». Это особый воздух. Они приезжают, все и говорят. Я говорю, приезжаю, а жена говорит, что с тобой? А вообще, тут какое-то лицо-то у тебя такое. Да потеряевки был. Там мордух особый. А потом, говорит, а меня примут, потеряю, если я поеду. Я говорю, у нас какие условия-то? Не пить, не курить. А я не курю. А ты бритый. Вопросов нет. От бороды польза. Я бриться не буду. А как насчет матерщины? Он говорит, обхожу без этого. Понятно? И все это в газете напечатано. А люди-то считают, какие правила. И сразу, о, Латкин, все это за доллары купили. Я не покупал, и доллары не давал. Слово сказать, у меня ни одного доллара и нет. Это уже на то пошло. Это расположение людей. Вы расположите их. Я вам немножко заброс сделать, что сказать людям. Чтобы вы их заинтересовали. Не придите бесплодными. У баптиста поется, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, снов, один в руках нести. У некоторых ни одна душа не пришла. А наоборот, только были и ушли. Родные, близкие там. Позаботьтесь сегодня. Девять дней это хороший срок. Девять дней это можно государство победить. Близким, знакомым, оповеститель. Готово? Приведи своего Константина Константиновича. Лидии передай. Чтобы здесь был ее возлюбленный. Тем более, он столько нам помогал. Это вам задание. А то, что я сказал наметкой, с чего у нас два пункта, которые надо выпросить у Господа. Это место ставки и Николая Крущина. Без этого поездка не состоится. Бог с Юлим все сделать. Но мне по-другому не видится. И на молитве мне другое пока не открыто. Мы уезжали тут в форум, как будто сказать. Юлия, я не знаю, Игорь в этом задействовал. Нет было, смотрел. Хулиганов устранял. И все нормально сохранилось. Приезжает Игорь Барабаш и говорит, вот Ольга такая солидная, говорит, горба. Она сказала, засох форум, никто не посещает, его нет. Я зашел, 227 человек в день. А уезжал было 106. Посещает? В 20 в лишнем раза больше. А почему у нас там нет спора. А что спорить? 1500 почти тем. Притом темы в полноте. Там и видео, Патриарх, и Кирилл, и Андрей Кураев. Такое, чего у нас только нет. Люди приходят, садятся за стол. А что спорится? Мы так видим, рыба хорошая, хлеб хороший. Они сидят, едят и уходят. А тут счетчик подсчитал, 227 человек. Я проверять не пытаюсь, но это так. И еще у нас сегодня престольный праздник. Где тут я давал? Мы найдем на Голгофу, мой брат. Кто знает, нашел? 420. Нашли? Да, да. Мы никто не знаем. Мотив не знает. Нет, не важно. Давай, покажи. Я вас смело. Знает мотив. Так, дочка, вы смело давайте. Да. Попытайтесь сейчас, что вам сказали, это обдумывать. Слова женщин, как правило, бывают очень глупые, особенно в старости. Потому что в молодости ни язык не прикусывали в присутствии мужей своих. Вот послушайте, какой у баптистов поют сборник духовных песен, 420 номер. Вот, посмотри. Это как раз окрестовозвижение. Какие слова мы упускаем? У нас прийди, поклонимся, и больше ничего дальше не идет. Сколько информации они? Это 6 куплетов. Знаете как? Запевает один человек. Взойдем на Голгофу, мой брат. Дальше подхватывает. Там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он. Больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Кресту твоему поклоняемся. Разве это не то же самое? Куда? На Голгофе. Там крест. Пойдем перед ним. В одном куплете заложено все наше богослужение. Далее. Опять голос один. Плывет. Взойдем на Голгофу, мой брат. Он страждет. И жаром ланит и горят. Он жаждет. И уксус тому подают, чьи воды живые для мира текут. Пойдем перед ним. А когда говорят пойдем перед ним, без слез нельзя слышать. Не пройди мимо Голгофу. Это нам за тысячу лет не заложили в богослужение до конца. Далее. Взойдем на Голгофу, мой брат. Прости им. Не знают, что худо творят. Он молит. Взойдем же. Дабы и за нас. Молитва Христова к отцу вознеслась. Пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Вот снова он к небу подъемлет свой взгляд. Отец мой. Зачем ты оставил меня? О, брат мой. Принять, чтоб тебя и меня. Пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Страдальца святого слова там звучат. Свершилось. Я дух мой тебе предаю. За нас он пожертвовал душу свою. Пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Посмотрим, как нашей греховности яд. В страданиях горьких Христа истомил. Как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед ним. Ни один монах за 2000 лет не мог это написать. У нас только одно слово. Взойдем и пойдем. Больше ничего нет. Да даже не взойдем, а просто кресту, то мы поклоняемся. И кого мы будем судить? Нам надо доброе отовсюду брать и петь сегодня это. А другое есть. Крест высоко. И дальше говорится, там деревянный крест. Они изменили тактику по отношению к Христу. Как это можно отвергать? Как наши греховности яд. Наши. В страданиях жестоких Христа истомил. Как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед ним. Вот если бы Алифтина сегодня пришла, ее нет. Не знаю причину. Не знаю. А она это знает. Она бывшая баптистка. Весь мотив знает. И Татьяны нет, дочери ее. Это могло быть. Я не знаю, Люба-то знает или нет. Я знаю. Я знаю. Я знаю, кто знает. Я знаю. Да ты-то знаешь. Не видишь ее. Люба-то наша где? Она не знает. Нет, она здесь. Она не знает. От адвентистов. Вот так. Помолитесь, чтобы полный нам доклад вам сделать. А вы вопросы приготовьте. Как бы были с нами. Мы ваше присутствие ощущали. Особенно вот Нина Жолнирова, когда мы были в Германии. Вы знакомая Валентина. И она вышла, когда мы там беседовали. Она по скайпу, ее фотография. Сидят люди. И она видит на экране. И она с нами участвует. Ну, как бывает. Ну, бывает там где-то на радиостанциях и прочее. Это не мост. Она на весь экран. И сидит. И что надо, она тут уже встревает и говорит. А там сидят вокруг немцы. Вы по поводу Янчука говорили. Вы это просили молиться, чтобы это состоялось? Да. Я об этом... Я думал, что уже предложение было ему. Ему предложение-то не было. Чтобы он согласился, расположился. И через это, может быть, как-то трогано. Вы еще с ним не говорили. Я не говорил, но я только вчера молился. У меня на молитве мысль-то пришла. Я мысль-то получаю не просто так. Я молился и все. Я с батюшкой сейчас-то не соглашаюсь. Вот он какое-то дело затеял и мне говорит. Прошлый раз был. Надо дело такое сделать. Я пошел, помолился и совершенно не так. И пришел и говорю, батюшка. Как тешься там и ни разу ничего не сказала. Все, только по это. Давно надо было так сейчас. Почему не сделала давно? Толкешься, видишь, он без пояса. Помешка без пояса. И ты нормально. Я кто, что ты скажешь? А ты кто, кто? Я кто? Ты кто? Ты христианка. У меня неприятный случай был. Бывает у них соли. Я знаю многое. Неприятный случай был, но он остался никак. Витя дал мне свой фотоаппарат. А я с фотоаппаратом сидеть не могу. Я как по всем полям, везде в каждую дыру, везде фотографирую. Потом выбираю фотоаппаратушки хорошие. Ну, а он не застегивается, эта кабинка у него, вот эта, в которой держится. И он у меня выпадал не один раз. Ну, выпал, поднял, положил. Тут полез на второй голубят, на себя голубям давать. Наклонился, лить, а у меня тазик наполовину закрытый железкой. Он у меня туда выпал, ударился в железку и упал в воду. Ну, не больше двух секунд он был в воде. Пристали сюда, через Алексея Загуляева. Будто бы ремонтировали долго-долго-долго, несколько недель уже. И отремонтировали, день поработал, и опять полно. И они ничего не могут сделать. Теперь я должен покупать фотоаппарат, с Виктором рассчитаться, это его фотоаппарат. А хотя Виктор, говорит, я недавно только думал вам подарить его. Он уже шесть лет работает. Считай, что это твое. Мне надо, чтобы хороший фотоаппарат, Алексей помог, я ему звонил, и я должен рассчитаться. Ну, моя вина, вина. Я не сделал резинку, чтобы она держала. А вчера мы привезли в Володе вот такой видик, и он вдруг перестал работать. Почему, неизвестно. Ну, он брат с собой его там за скотиной бегал, может быть, трез. И тоже надо что-то... Ну, аппаратура-то еще встанет разработки. Так, теперь меня неоднократно просели. Не на, отвлекись. Насчитать. Люди привыкли смотреть на видео, насчитать толкование блаженного фефилакта по нашему изданию. И я говорю, это очень трудно, и у меня четыре причины, что я не могу делать. Во-первых, считать надо. У меня зрение ослаблено очень сильно. Но я все вижу. Второе. Нужно легкий набрать воздух, если у меня бронхи прям совсем не худышные. Это вторая причина. Третий зубок нет, я шепелярлю. И четвертый голос должен слышать, а я глухой. Но вдруг открылось так, мы каждое утро полчаса записываем. Виктор считает. Я в книге все. Я сижу рядом с кошками, комментарии даю, а Володя снимает. И мы сегодня здесь были двое и записали почти часовая. И она идет, пока Евангелие от Матвея. А потом это сразу мы выставили, не один, не два ролика будет. То есть кто-то за это молится, и вдруг мы с места сдвинулись, но с большим опозданием. Я почти месяц прожил, а это не делали. И вдруг мне как-то искру в мозге дал, в сердце. Ребята, мы пропустили. Давайте начинать. Теперь каждое утро у нас по после молитвы мы начинаем, и вот так и дело идет. То есть я вам заброс делаю. Все время помните об этом. Это люди ждут. Притом ждут люди даже не православные. Они хотят знать толкование. Видите как? Мы приобрели большой опыт. Когда уезжали, говорили, опыта за рубежной поездки нет. Теперь у нас есть опыт. И опыт солидный, вполне. Это не игрушка, сколько мы проехали. Но впереди, если Господь благословит, последняя большая поездка, если она совершится. Она рассчитана была на 14-й год. Мы половину уже отсекли от нее. Вот вам заряд. И тогда вы увидите, что такое семикратный день. Прославляю тебя за суды правды твоей. У меня болит, что это суды Божьи. У меня кто-то погиб. Это суды Божьи. На меня ополчился близкий вчерашний друг. Суды Божьи. Жена проходу не дает, что-то припоминает, что-то ревнует. Суды Божьи. Ты за все благодари. Что с тобой есть? Муж не такой, он гоняет тебя. Благодари Бога. Был бы другой, от тебя бы вообще ничего не осталось. Уже ушла бы, сгнила бы где-то. А он тебя держит. Благодари, написано. Сегодня мы считали, что за все благодарите. И все содействует ко благу. Вот у меня вчера такое искушение было. Я приехал. Уже третий год. Три года назад приезжаю в дом ходить. Зайти нельзя, ключа нету. Где? Не нажал, наверное. Куда-то там ключ убирали, сжигали. Пока она не приехала, я дома сидел. В прошлом году приезжаю. Опять в дом не могу зайти. В дом. Ключ показал, где лежит. Заходить должен один человек. Нету. Они уносят его или в другое место. Вчера приезжаю, полная машина груза. Мне надо разгрузить. Рессоры прогибают. Ничего не могу в дом попасть. Крутился, крутился. Давай все разгружать в это здание. И сюда не могу попасть, потому что ключ от дома у меня в доме. Я сначала должен дом открыть, а потом взять ключи. Они уже все по-своему переделали. Такие хозяева. Может упал ключ, а на земле роюсь там ящики, бумага, перетряхаю. Четвертый раз, пятый зашел, переискиваю. Мне Люба помогает, бесполезное дело. И вы не додумайтесь взять эти ключи от дома. Вот здесь вот подрясник висит. В одном подряснике висят в кармане. А я сколько раз говорил, ключи, ключи никогда в карман не кладите. Это мое правило. Никогда не кладите. У меня друг. Позволь, я схожу. Сходил. Пришел. Тут его вызвали. А я не знаю, что он ключ-то не повесил. Я говорю, ты повешай ключ-то. Он ее не повесил. Но дальше очень легко. Поехал в Новосибирск. Мне надо в сарай пойти уголь. На улице 35 градусов мороза. И я сижу, жду, когда он вернется. Выхода нет никакого. Вот они ключи. Но это я, хозяин, держу в кармане. Потому что на службу пошел. И сейчас я их положу на место. Я понял это искушение. Я только одно, господи. Дай мне все это вернется. Кажется, дорога у меня так не жуча никак дома. Сейчас проходит второй, третий. Мне машину разгрузить к Александре Иванову. Назначено к больной поехать. Позвонил Николай, тебя посетить хочу. Да я на ногах. Значит, ладно, мы встретимся, говорит, здесь. Но Александре Иванову, у нее там шейка сломана, у бедра и прочее. Как? Да никак. Тогда Люба нас на автобусе увезла. И только уже вернувшись, я получил свои ключи. И на будущее, вот опять та же история. Я понял, здесь что-то есть. Задействован. Приготовься к искушениям. Это не от Бога, чтобы прятать от хозяина ключи. Притом я вчера что-то привез, привез не только для себя, а для людей. Ваня, что хотел сказать? Кому-то поручить надо, чтобы знал. Я поручил. Сестре. Поручил, поручил, но на другой стороне. Сестры стали в нас сказать, чтобы каждой сделали ключи от комнаты. Каждой сделали ключи от церкви. Такого я не слыхал еще. Какие притесы. Вы сюда будете заходить, когда я дома. То, что вы не вымойте, беды никакой нет. А то, что вы зашли и не закрыто, два-три зайдут хулигана, вас придется уже вытаскивать в деревянном ящике. А это у нас уже было. К вещам никто не прикасается, кроме того, кому они поручены. Вот так. Это все вчерашний день. Вот сегодня сейчас собираемся, сейчас привезут какие-то шкафы разобранные. Для любви на них погрузим. Барабашам бутылки пустые, там контейнеры целые. Ну, у нас всего 6 кубометров можно взять. Больше-то у нас нет. Газелька там в разобое. Ну, как Бог отвечает? Я стою, и у меня всегда отвечают, нам обратно, гнать в машину, и ничего нету. Ну, как ничего нету? Я печаюсь. И в это время пошел в школу. Лена там все это официально разрешили. Я их поснимал в уроки, как потеряевки ведут. В одном классе два ученика, в другом три ученика. Вот преподают хорошо. А в одном классе один ученик, учитель совсем сидит. Все это заснято было. А Лена говорит, а вы что везете обратно? Ничего не везу. А не взяли бы наши бутылки, они очень объемные. Лена, это ответ на молитву. Я только сегодня молился. Кто бы меня загрузил из Барнаула-то? Не она радуется, а я радуюсь. Поэтому мы, когда милостыню делаем, не должны думать, а почему тот человек меня не отблагодарил, а я ему помог. Конечно, это приятно. Ты радуйся, что Бог тебе позволил не другому. Если не ты, как Есфири было сказано, с другой стороны помощь придет, а ты и дома отца твоего погибнете. Поэтому, если ты слышал сегодня проповедь Златоуста, что люди смотрят на наши дела, я скажу, что на дела наши смотрят очень плохо сегодня. Но все равно где-то проклюнется. На его глазах все идут в храм, а он сидит один дома. На него не действует нисколько это. Я ведь в каждую щель носа сую, а мне его прищемляют все время. У нас в Потеряевке две семьи старообрядцев. В одной семье 20 человек, а в другой один. Я приехал, скажи, ты одна, почему ты не ходишь? Да нельзя, вот вас считают еретиками, у нас еретиками считают. Им сказали, будете ходить, от причастия от лучших, ты в рай не попадешь. Она дома, но там-то старообрядческая семья, 20 человек, а почему вы не молитесь вместе? Не молимся, да как-то неудобно. Сатана их там мучает, будь здоров. Сколько пропустили? Посчитал я, 666 примерно насчитали богослужения, а не пропустили. А это почему нет? Да вот не знаю, как поехал тот, конец, старообрядцев. Вы видите, мы пошли на богослужения. Ваш сын рядом живет, он идет в храм православный. Ну вы старообрядцы, ну соберитесь, у вас толстые книги, кожаные, они, я видал, лежат, огромные книги. Ну и по ним-то молитесь, вы же знаете. Открывают там написано, какие слова говорить-то. А души-то хоть ничего нет, но стоять-то все равно надо перед Богом. Потревожил их. Я бы должен за это похвалу получить, а не, а что ему надо, а что он лезет, что мы без него не знаем, молиться нам или не молиться. Вот и ответ. А ты на это не смотри. Будут они слушать или не будут, а ты говори. Это я потеряю за последнее время, только кому надо есть успел. Они не дождутся там некоторые, когда я уеду. Вот они что-то не так делают. Я наделал скотину, утром выпускает один, пускай она поест. А за ней не смотрят. И она пошла по полям, барабаша пшеницу топчет. Он один килограмм мяса наживает за счет чужого поля. Десятое заповедки, пожалуй, чужого поля. Я звоню, иду, поднимаю вплоть до батюшки всех. И каждый день одно и то же, это же безобразие. Скотину выгоняет в восемь, а он в полседьмого на полтора часа раньше их быков своих выпустит. Но за ними-то посмотрите, у тебя детишки же большие, взрослые. Нет? Они пошли быки куда? Ну ладно, наших быков оставь. Давай. Давайте к нашим барабанам. Вот, это вышла статья на весь разворот. Подождите, я запишу. Ну маленькая я показывал. Вот здесь вот фотография Игнатия Тихоныча возле колокола, свой колокол показывает. Колокол в 1774 году. Виктор Николаевич ведет урок. Ирина Устинова стоит. И я в храме показываю Библию в окладе на русском языке. В металлическом перекрете. Ну еще, прочитаешь? И вот называется он «Воздух Потеряевки». Послушайте. Скажи, какая газета сначала? Свет октября за какое число? Свет октября... 24 сентября. За 24 сентября. Номер 111. Три однерки, запомнить легко. И дальше? Ну и дальше. Статья называется «Воздух Потеряевки». Колонка «Жизнь без замков». Это вторая газета, вторая. Первая уже прошла. До Потеряевки откорчено всего-то 14 километров. Но дорога такая, что сразу же вспоминается известная поговорка про две российских беды. То есть дороги и дураки. И начальство дураки. Ухабы, ямы, грязь, после дождей, хлипкая дамбочка. Все это редакционный УАЗик благополучно преодолел и упирается в болотистую низину. А до поселка рукой подать. Даже виднеются. Водитель Александр... А дома виднеются. Водитель Александр задает риторические вопросы. Куда теперь? Спасибо изобретателям сотового телефона. Набираю номер Якима Тихоновича Лапкина. И не прошло и десяти минут, как он подъезжает на своей копейке. Вот здесь неправда. Копейка не моя, но как и река. Держимся след в след вдоль глубокой колеи, заполненной дождевой водой. И вот она, Потеряевка. В поселке тишина. Это и понятно. Время горячее. Уборочная работа, заготовка кормов, работоспособные жители в поле. А о нынешнем житье-бытие рассказывают идейные вдохновители возрождения Потеряевки. Известный христианский проповедник Игнатий Тихонович Лапкин и Аким Тихонович, его брат и священник местной церкви, тоже многое сделавшие для восстановления поселка. Жизнь в Потеряевке нельзя считать идиллией. Надо много трудиться. И не только физически, но и духовно. Но здесь и остаются те, кто не приемлет праздного и бесцельного существования. Сейчас здесь насчитывается 10 домов. Проживает около 30 человек. 18 домов. А проживает около 30 человек. А в поселковой девятилетке в филиале Корченской средней школы обучается 6 учеников. На уроках я побывал с дозволения Игнатия Тихоновича и Акима Тихоновича. Не просто так. У нас нужно два разрешения получить. Все пишет так бы то это. Как и в любой другой школе шла напряженная и вдумчивая работа по владению знаниями. С дисциплиной здесь проблем нет. И не только потому, что детей в классах немного. Воспитание это на основах заповедей Божьих. А они, как известно, плохому не учат. Кстати, трое выпускников Потеряевской школы обучаются в Барнауле. Причем двое в высшем учебном заведении. Папа, кто взял и говорит, трое. Они Васю не взяли. Ну, Вася-то он не Потеряевский. Вася-то что? Не Потеряевский. Он иностранец. Возвращаясь к теме дисциплины, напомню, что в поселке действует устав, свод правил поведения. На поселении дается разрешение тем, кто не пьет, не курит, не матерится и не вор. Вообще, Потеряевский устав неплохой. Неплохо было бы изучить и в других селах. Вот, например, некоторые пункты. Запрещается рассчитываться спиртным бутылкой за проделанную работу или добытую вещь за нарушение оплаты в двукратном размере в общую деревенскую казну. Беречь окружающую среду не позволяет никому сливать и разливать горючие смазочные материалы на землю. Мыть испачканную в мазуте руки и вещи в озерах. Запрещается гонять на скорости, на технике, кататься верхом или на запряженных лошадях по деревне самовольно. Берегите детей и себя. По деревне разрешается ходить в оголенном, непотребном виде. Можно было бы еще продолжать, но правил много, целых 40 пунктов. Да, насчет вина есть примечание. В России это ведь вопрос вопросов. Разрешается вино только по уставу в определенное время два раза в день, не более 100 граммов. Но лучше совсем не пить, избегнешь порицания. Решаюсь проверить свою благонадежность. У Игнатия Тихоновича. А меня, если что, возьмете на проживание? Он ожидал меня, он ожидал, окидывает меня испытывающим взглядом. Знаем тебя давно, про поселок писал честно, без вранья. Не куришь, не пьешь. Как насчет матершинства? Обойдусь без этого Игнатия Тихоновича. Подходишь, виносит он вердикт. Бороду только надо будет отпустить. Что ж, у Борды тоже есть плюсы. А теперь самое время посмотреть, как живут Потеряевцы. И с этой целью отправляемся на усадьбу Андрея и Ирины Устиновых, воспитывающих пять детей. Между прочим, Ирина горожанка. Познакомилась с Андреем и вышла замуж. Приехала в Потеряевку из Томска. Построили большой дом, развели пособное хозяйство. Ей здесь нравится. Красивая природа, спокойствие, труд во благо и окружение единомышленников, верующих людей. А душистый чай на травах с медом. Мы пили в гостеприимном доме Владимира Александровича и Валентины Тихоновых. Кстати, Валентина Тихоновна, сестра Игнатия Тихоновича и Акима Тихоновича Лапкина. Они также переехали из города. Еще один маленький, но о многом говорящий штрих. Отлучаясь куда-либо, хозяева домов не запирают двери на замок. Вот здесь он сказал неправда. Просто приставляют к ним палочку. Здесь опровержение надо писать. Он неправду написал. У нас так, заходишь в дом, я скажу, захожу к барабашам. Эй, кто дома есть? Мир дом. Никого нет. Я поражу все комнаты. Однажды прихожу, на тумбочке, зашел там где спальня. На тумбочке лежат деньги. Кучка. Я не знаю сколько, но прилично. Я взял их, на шофонер, там под газетку спрятал. И ушел. Никого нигде нет. Палочки-то нет у дверей. Даже палочки нет. Ничего нет. Все открыто. Пожалуйста. Почему так? Потом я спрашиваю. Ну, нашли, искали, искали, потом нашли. Да, недалеко. Надо было подальше спрятать. А я так, на шофонер сунул их. Вот так. Эта палочка означает, что хозяина дома нет. Проведем у себя в селах такой эксперимент. Правда, полиция может не одобрить. Преступность и без того растет. Потом были посещения храма и детского православного лагеря Стана. Сезон, правда, уже закончился и детей не было. Но все. Но все строения, сделанные из подручного средств, спортивные снаряды, мы посмотрели. Самодельно внушительного вида качели продемонстрировали в действии Игнатий Тихонович. Он в отличной форме, как всегда, быстр и подвижен. Когда по поселку ездил на велосипеде, мы за ним едва на уазике поспевали. Конечно, осмотрел и знаменитый подвал на территории лагеря, в котором много лет назад была тайная подземная церковь. Сейчас надобность с коноперацией отпала, и подземелье стало обычным хранилищем для солений и варенья. В Потеряевке в разные годы перебывало множество всяких гостей. Среди них были и очень известные персоны. И уезжали отсюда, конечно, с разными мыслями и чувствами. Я, пребывая в Потеряевку, удивляюсь сам себе, казалось бы, здесь всяческая строгость и правила, основанных на подлинных православных канонах. Нелегкий труд. Нет кинодосуговых и прочих культурных ценностей. Но почему чувствует себя, как рыба, которую вдруг подняли с раскаленного песка и снова выпустили в воду? И ведь не я один так думаю. 15 лет назад корреспондент «Алтайская правда» Олег Логинов по этому поводу написал очень хорошо. Я бы даже сказал красиво. И вот он пишет. «Еще затемно я приехал домой и лег спать, стараясь дышать осторожно, чтобы в раз не выдохнуть, не взначай весь воздух Потеряевки. Пусть останется хоть капля, хоть еще один вздох. Вы чувствуете тот воздух еще во мне?» Пожить бы в таком месте. Что может быть в старую дать? Тебе тяжело считать? Ну, давай, пусть. Живешь и не думаешь, что такое. Живешь, дышишь, а это представь человеку. Под заголовок «Во имя любви к моему Господу и моему народу» Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина, о которой он мне рассказывал, просто потрясает своими масштабами и титаническими усилиями. Видимо, прочитав на моем лице еще не успевший облечься в слова вопрос, коротко сказал «Мне Бог помогает». В прошлом, в 2012 году он отметил 50-летие поворота своей жизни к Христу беспримерным путешествием по России. Ради этого путешествия и миссионерской деятельности был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые ему задавали во время лекций в техническом университете, в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный светными иллюстрациями Гюстава Даре «Трехтомник Нового Завета». Закладочки свето-российского флага. О комментарии Игнатия Тихоновича. По его словам, за 2000 лет такой книги не было. Эти книги подарены Путину, Медведеву, патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. «Я это делаю во имя любви к моему Господу и моему народу», говорит Игнатий Тихонович. За день «Газель» преодолевала более 1000 километров. В этом году состоялась еще одна поездка. Позади остались 15 стран. Германия, Австрия, Сербия, Польша, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. И везде подвижников сопровождала восточноевропейская овчарка «Ураган». Ставшая, кстати, чемпионом России в номинации «Защитно-караульная служба». Свои книги Игнатий Тихонович подарил Рамзану Кадырову, Александру Лукашенко. В Чеченской республике бесстрашный проповедник пошел молиться в мечеть. Ошиблись молиться. В Азербайджане пошел молиться. Молился, как и полагается, по православным канонам. Как реагировали там местные, Игнатий Тихонович, спрашиваю его. Косились некоторые, но ничего страшного, стерпели. А вообще-то простые люди к нам очень хорошо относились. В Армении мы в доме мулы жили. В Азербайджане. В Азербайджане. За два года, точнее в поездках, в общей сложности были пять месяцев, намотали 80 тысяч километров. На этом останавливаться Игнатий Тихонович не собирается и вынашивает планы дальнейшей проповеднической деятельности. В предисловии к сборнику «Для Слово Божий не туз» и романах Нафанаил Судников пишет. Все документы, предлагаемые читателю, связаны с одним человеком, Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги. Главный герой – Слово Божие, проповеди которого посвятил всю свою жизнь. Проповедь о Сыне Божьем из уст Игнатия Тихоновича никого не оставляла безучастным. Сам Игнатий Тихонович говорит, 50 лет назад встреча с Христом преобразила мою жизнь. Мне, думается, в современной России трудно найти человека, равного ему в той подвижнической деятельности, которую он ведет по распространению православия, возвращению народа к его истокам. «Потеряевки Игнатий Тихонович показал мне старинный колокол, дар от людей, которых он спас от беды, и даже дозволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий в окрестности дали колокольный звон, вносит все ненастоящее, несвойственное человеку, очищает душу. Вот так Игнатий Тихонович Лапкин бьет во все колокола, спасая души человеческие от злобы, корысти, зависти, праздности и прочих пороков». Там написано «Кова, подсчитай, кто это говорит?» «Ритунский Владимир». «Это вот газета только что вышла. Дай-ка им покажем. Посмотрим фотографии. Там не выщут. А вот они в светном исполнении, очень хорошие выглядят. Я их взял, в интернет выставлю потом. Он был и фотографировал. Ну вот вам задание. На 9 дней. Через 9 дней подведите итог. Составьте план. Напишите. Потом мне покажите ваши черновики. Кому бы вы хотели позвонить. Где живете священники, близкие, друзья, знакомые, соседи. Пригласите. День открытых дверей сделаем. Во сколько время? Я сказал полдевятого. 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 Потому что у нас служба короче намного без батюшки. Принимайте людей, рассаживайте, раздевайте, все остановят. Погода не влияет. Все рады, что батюшки нет. Галя Кубайтина знает, кому позвонить в редакцию «Алтайская правда». Могу подойти. Я сам попытаюсь. А баре-то ничего нету. Да, доченька, на вас как раз и ходит на службу. Маленькое собрание было. Вопросы? Да нет. Благодарим тебе, Боже наш. Я по нас и тем нести нас, земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия. Но якобы среди учеников ты пришел и все спаси мирдая им. Береги к нам и спаси нас. Слава Богу, Сыну и Святому Духу, и ныне прислывай, и веки Бога, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Слава Богу, Своему Духу, и ныне прислывай, и веки Бога, аминь. Сегодня утром позвонил отец Иоанн. Поздравляет нас с праздником нашим. Всем желает он душевного спасения, телесного здравия и всякого благополучия. Я позвонил сегодня священник отец Павел из камня, Ярмоленко, всей общине, всем. Но у него жена у меня два недавно. Как его братка позвонил? Да, они в этот же день позвонили мне, кажется. Надежда звать. Спрашивают, как Павел, брат отца Иоанна. Батюшка. Как Павел? Павел. Ну как, поправляется уже дома он. Его пропедировали. Еще будут делать операцию, что-то еще это будет. Вот там, сейчас в гипсе, у него пальцы, значит, он повредил, три пальца. Как-то кость, я не знаю, здесь или здесь, или сухожилия. И будут, значит, операцию сейчас сшивать сухожители. Сухожилия? Да. Я, Виктор Андреевич, как врача хотел спросить. Почему сначала они заживляют, а не сразу это делают? Мне казалось, как неопропан в этом деле, что это делается сразу, пока еще там не срослось. Ну это зависит от того, когда, какие операции делают. Но это отсроченное нужно делать не сразу, а отсрочить, а потом делать. Вот насчет сухожилия. Там, по-видимому, у него что? У него кость повреждена. Поэтому кость, чтобы сейчас будет страда, а потом будут делать, наверное, это. Ну да. Возможно, чтобы это благополучно? Брат, отца Иоанна. Это надо знать конкретную травму. Брат. Это будет гадание на кофейной гуще. Что гадать? Это надо исходить из того, что нет. Вообще сейчас медики чудеса делают. Да, ну да, конечно. Все, но все равно намного. Так, Валентина Павловна.